К 2020 году не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет должно быть охвачено дополнительными образовательными программами. Такая задача поставлена майскими указами президента. Она же легла в основу утвержденной правительством в сентябре 2014 года концепции развития дополнительного образования детей. Ее цель – создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие всей системы детского дополнительного образования. Второй основополагающий документ – план реализации концепции, рассчитанный до 2020 года. Им предусмотрено порядка 50 мероприятий по 8 направлениям. На первом этапе до 2017 года создаются механизмы реализации концепции. На втором этапе в 2018-2020 годах реализуются региональные программы развития, распространяются результаты пилотных проектов и лучших практик, модернизируется инфраструктура дополнительного образования. Начиная с первого этапа ведется постоянный мониторинг эффективности реализуемых мер. И, конечно, ни программы развития, ни обновленное содержание дополнительного образования детей невозможны без должного кадрового обеспечения. Поэтому предстоит большая работа по подготовке и переподготовке квалифицированных педагогов. Разработан профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых. Разрабатываются механизмы эффективного контракта и системы оценки достижений. Поддержку мотивации участников дополнительного образования призвано обеспечить персонифицированное финансирование и единая система учета личных достижений детей. В решении задачи модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей особая роль отводится не государственному сектору, а также различным формам государственно-частного и социального партнерства. Одним из первых примеров такого взаимодействия является стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования детей». Проект, реализуемый при участии Миноборнауки, ряда некоммерческих структур и промышленных предприятий, призван вернуть интерес школьников к научно-техническому творчеству. Промдизайн и авиамоделирование, робототехника и IT, био- и нанотехнологии – далеко не полный перечень направлений, в изучении которых смогут погрузиться школьники в детских технопарках, создаваемых в рамках инициативы. Успех любой программы модернизации зависит от ее понимания и поддержки обществом. Поэтому один из ключевых механизмов реализации концепции – это максимальная открытость и обеспечение доступа граждан к объективной информации о процессах в системе дополнительного образования. Итогом реализации концепции к 2020 году должно стать формирование комплексной инфраструктуры современного детства. За этим понятием в первую очередь кроется обеспечение права каждого ребенка на самореализацию, высокое качество дополнительных образовательных программ, возможность их выбора из широкого спектра предложений. Предложений, наиболее полно отвечающих запросам общества 21 века и помогающих ребенку найти себя в стремительно меняющихся условиях окружающего мира. Субтитры создавал DimaTorzok